Добрый день. Меня зовут Казимир Домбровский. Жил и работал в Ольгове. Сейчас живу в Польше. Мастер спорта по лёгкой атлетике. Чемпион Украины по прыжкам в высоту. Ну, исполнилось мне сейчас 80 лет. Благодаря дочке, которая узнала о такой лечебнице, я почти полтора месяца через день лечился здесь у пана Александра. В состоянии приехал я в тяжёлом состоянии. Тяжело было мне и ходить, и спать тяжело было. Всё болело. Но благодаря лечению, прошёл я 20 сеансов через день, мне стало намного лучше. Моментально исчезла грижа. Вены исчезли. Ноги стали меньше болеть. Ну, кроме этого, у меня сустав правый, сустав коленный изуродованный, становится в лучшем состоянии. Ну, знаете, что могу сказать? Будучи на современном таком медицинском центре, где я сейчас был, проходил очень много процедур. В первую очередь, это была сауна. Потом массаж. Потом, перед массажем, ещё кроме этого, было у нас грязи. Грязи, которые давали организму, так, с чувству хорошей грязи. И водный массаж. Массаж особенный на камнях. И других процедур, которые я проходил ежедневно. С 8 утра до 4, до полпятого дня. Тяжёлое это состояние было сначала. Ну, был такой кризис был. Ну, сейчас я уже закончу. Кажется, сегодня, последний день процедур, я себя чувствую намного лучше. И могу уехать себе домой, до сына. Это ещё вот, сейчас сяду на машину, поеду 500 километров. В хорошем состоянии. И буду ждать, чтобы, так мне Александр сказал, улучшение, которое со временем будет улучшаться. Ну, если я буду выдерживать, конечно, те рекомендации, которые мне пан Александр дал на путь, в дорогу. Спасибо. Что могу сказать ещё, что, несмотря на то, что у меня дочка медик, мы с ней попробовали разные методы, разные лечения. А я уже болею больше 15 лет. И давление у меня, и сахарная болезнь. И так что, ничего не помогало. Ну, и можно сказать, дочка, может, сначала не верила, но потом, благодаря ей, тоже, что я здесь приехал и смог полечиться. Ну, конечно, даёт хороший для меня эффект, для моих детей, которые рады будут, что отец ещё может продлить себе свою жизнь. Продолжение следует...